привет друзья вы на канале азбука груминга и сегодня мы будем разбираться с таким сложным вопросом можно ли использовать форминатор на кошках может ли неправильное применение инструмента быть вредным или даже опасным для животного ну и как подобрать хороший и правильный оригинальный инструмент поехали итак это шустя он сегодня будет работать в качестве модели он как и характерно свойственно порядочному британцу в сильные линьки и форминатор один из тех инструментов который может прийти к нам на помощь чтобы сократить количество шерсти в нашей квартире на нашей мебели на нашей с вами одежде мы как профессиональные грумеры часто сталкиваемся с тем что к нам приходят клиенты которые самостоятельно дома использовали инструмент который они называют форминатором и получили какой-то негативный результат и даже какие-то болезненные проблемные последствия итак давайте разбираться прежде всего вот такой инструмент для вычесывания подшерстка вообще он называется дешеддер компания форминатор разработала этот инструмент запатентовала название и только оригинальный инструмент может называться именно форминатор который произведен под этим брендом и надпись форминатор у нас должна быть не только на самом дешеддеры но и на упаковке все остальные альтернативные аналоги могут оказаться небезопасными в применении давайте разбираться почему прежде всего оригинальный форминатор имеет вот такие бортики ограничители по краям которые как мы с вами видим не дают самому вот этому лезвию зубчиками касаться кожи и держат на безопасном до кожи расстоянии кончики вот этих самых зубчиков если эти борта безопасности отсутствует такого применения такого инструмента действительно может быть опасным и даже вредным плюс современные модели форминатора все оснащены ну вот такой кнопкой которая ускоряет процесс вычесывания это авто сброс шерсти который мы уже вычислили теперь давайте разберемся с тем как же правильно использовать такой инструмент чтобы не навредить нашему животному первое мы работаем им только по направлению роста шерсти под углом примерно 45 градусов по отношению к нашему котику и сразу смотрите какое-то количество шерсти у меня вычесалось мы с вами можем увидеть здесь преимущественно мягкий тонкий пух это подшерсток нашего котика а вот эти вот плотные толстые волосочки вот их несколько видите соотношение с подшерстком это как раз остевые волосы есть такое мнение что форминатор травмирует остевой волос я хочу чтобы вы обратили внимание что ось тоже линяет просто линяет и даже когда я руками ее убираю видите остевые волосочки здесь тоже есть просто ось линяет гораздо меньшем объеме чем подшерсток и основное качество шерсти который мы вычесываем это как раз обильный пуховый подшерсток который очень хорошо развит у нашего с вами котика который сегодня в качестве модели правило номер два мы не нажимаем на форминатор то есть нельзя с усилием нажимать на животное куда ты и правило номер три мы не чешем много раз в одном и том же месте то есть я с каждым движением инструментом можем ему нравится он начал ласкаться и тереться показываешься нужно почесать вот здесь вот возле ушей да я каждый каждое движение инструментом делаю чуть в новом положении смещаясь буквально на несколько миллиметров а если отходит много шерсти не вы чувств не вычесывайте ее всю оставляйте небольшое количество шерсти на животном лучше через какой-то промежуток времени повторить процедуру и в периоды интенсивной линьки можно пользоваться инструментом но буквально там каждый день через день и теперь давайте еще один тест касательно того насколько острые зубчики оригинального форминатора насколько они секут и обламывают шерсть мы засовываем сквозь зубчики вот эту шерсть и пытаемся ее порвать я ее натягиваю несмотря на то что это пух нужно прям сильные усилия приложить для того чтобы шерсть обломилась именно поэтому мы сильно не надавливаем на инструмент если не надавливать работать под правильным углом и только в направлении роста шерсти не вычесывать до кожи и до залысин то вреда нашему домашнему питомцу конечно форминатор не рекомендуется использовать выставочное животное а для домашнего питомца такой инструмент вреда не принесет модели форминатора для кошек существует во первых двух размеров у меня представлен размер с есть еще мл для более крупных животных но я хочу сказать что яска для нашего товарища такой пограничный вариант можно в принципе был наверное и мл попробовать и у каждого размера есть по типу шерсти еще деление для короткой шерсти и для длинной шерсти вот мы сейчас работали инструментом для короткой шерсти то что у нас такой набивной короткошерстный котик я хочу для сравнения поработать с ним того же размера инструментом но для длинношерстных мы если будем сравнивать то увидим совсем небольшую длину в размере и глубине вот этих зубчиков в инструменте это для длинной это для короткой просто подшерсток настолько плотный набивной мне кажется что для длинной возьмет его немножко лучше и кнопка сама сброса шерсти у меня не совсем удобно работать потому что шерсть электризуется и но вот вот тот эффект которого хотелось видите в основном выходит подшерсток самое главное не усердствуйте не давите на зверя и не обдирайте его подшерсток полностью не вдирайте до лысин нужно полностью раздевать животное а если шерсть так сильно электризуется можем использовать антистатик или увлажняющий спрей у меня это будет от ами аж 270 единственный нюанс работая с кошками спрей используем очень аккуратно резкий пшик спреем может животное напугать и процесс наш остановится можно получить травму от такого животного напуганного вот совсем другое дело почесали увлажнили вот вычесанную нашу шерсть в общем то вот это все может быть на наших с вами предметах обихода квартире или десять минут раз в несколько дней и большое количество лишней шерсти вы самостоятельно сможете удалить с вашего котика на сегодня это все не забывайте большой палец вверх а помните что мы выходим теперь на яндекс дзене вконтакте и в telegram помимо нашего любимого ютубчика до новых встреч